Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашин. Здравствуйте. Антикорс-служба по городу Нур-Султан проводит досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц. Их подозревают в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. При реализации в 2017-2018 годах проекта создания 3D-моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах. За услуги эти оказанные руководство Национального музея выплатило подрядной организации 1,3 миллиарда тенге. Но экспертное исследование показало, что фактическая стоимость услуг составила всего лишь 83 миллиона 400 тысяч тенге. То есть стоимость работ была необоснованно завышена на миллиард 200 миллионов. Расследование продолжается. Другую информацию не разглашают. Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области. Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло на трассе Алматы-Екатеринбург в половине четвертого утра. В салоне пассажирского авто находились 17 человек. На месте погибли семеро из них, в том числе водитель микроавтобуса. Еще один пассажир скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Девять человек госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем. А ситуация с коронавирусом в Казахстане. За минувшие сутки ковид выявили у 1470 человек. Больше всего заболевших в трех мегаполисах. 494 случаи в Алматы, 423 в Нур-Султане, 106 в Шимкенте. Всего с начала пандемии подтверждено свыше 1 315 000 случаев заболевания. Отмечу также по состоянию на сегодня. Все города Казахстана находятся в зеленой зоне. По всему миру больше 25 миллионов детей пропустили плановую иммунизацию. Основная причина – пандемия коронавируса. Она привела к сбоям в регулярном медобслуживании. Доклад ВОЗ ЮНИСЕФ об этом говорит. По подсчетам специалистов, большинство детей, не сделавших прививки, проживают в развивающихся странах, а именно в Эфиопии, Индии, Индонезии, Нигерии и на Филиппинах. Эксперты объявили красный уровень тревоги в детском здравоохранении. Мы являемся свидетелями самого большого снижения детской иммунизации за последнее поколение. 25 миллионов детей не были вакцинированы против дифтерии, столбняка и коклюша. Охват вакцинации снизился во всех регионах мира. Самые тяжелые последствия наблюдаются в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Пропущенные прививки могут привести к тому, что даже обычные детские болезни станут смертельными. Тем временем в Британии объявили красный уровень опасности за продолжительные жары. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура достигнет 40 градусной отметки. Прежний рекорд в Британии был установлен в 2003 году. Тогда температура показывала 38,5 градусов. Врачи опасаются риска заболеваний и смертности среди здоровых людей на фоне экстремальных погодных условий. По данным экспертов, небывалая температура сохранится до конца недели. Энергокризис повлиял на отношения официальных эрориада и Вашингтона. Президент Джо Байден прибыл в Джидду в рамках своего турнира по Ближнему Востоку. В планах американского лидера договорится об увеличении добычи нефти с аудитами, обсудить права человека, а также нашумевшее убийство обозревателя Вашингтон-Пост Джамаля Хашоги. Американская разведка пришла к выводу, что наследный принц Мухаммед бен Салман причастен к этому делу. Их приветствие сопровождалось не официальным рукопожатием, а ударом кулаков. Ожидается, что сейчас в условиях нефтяного кризиса президент США смягчит свою позицию. Напомню, в 2019-м во время предвыборной кампании на пост президента Джо Байден пообещал сделать Саудовскую Аравию изгоем за убийство журналиста. В Джидде глава Белого дома также планирует поучаствовать в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива. Помимо вопросов безопасности, речь пойдет об энергетике, продовольственной безопасности и военном конфликте в Украине. Более 2000 людей эвакуированы на юге Испании из-за бушующих в регионе лесных пожаров. На борьбу с огнем в провинцию Малага направлены 15 воздушно-десантных подразделений и несколько вертолетов. Тушение пламени осложняет горная местность. По сообщению СМИ, из-за непрекращающейся жары в стране бушуют десятки неконтролируемых пожаров. Ранее синомтики заявили, что лето 2022 может стать самым жарким для Испании. 84 человек погибли в Испании из-за жары только за последние две недели. На юге и юго-западе страны столбики термометров не опускаются ниже 40. Но местные жители испытывают давление не только из-за зноя. По причине роста цен на энергоносители людям приходится экономить на электроэнергии и периодически отключать вентиляторы, кондиционеры. Есть опасения, что число погибших возрастет. Напомню, первая тепловая волна в Испании в середине июня унесла жизни 829 человек. Тогда температура достигла пика в 44,5 градуса со знаком «плюс». Более 2000 грузовых автомобилей оказались заблокированными из-за снежной бури на границе между Аргентиной и Чили. На протяжении пяти дней водители большегрузов ждут открытия пограничного перехода в горном перевале. Чтобы переждать время, многие из них запасаются едой и необходимыми вещами у местных жителей. Температура воздуха сейчас составляет в регионе минус 11. Когда откроется пропускной пункт, пока неизвестно. Продолжим выпуск производства. Кумы и сосельчане превратили в прибыльный бизнес в Кустанайской области. Лидером в приготовлении национального напитка в регионе стал Амангельдинский район. С частных подворий там ежедневно продают почти две тонны переработанного кобыльевого молока. Продукция пользуется спросом не только в регионе, но также за его пределами. В поселке Кумкишу в каждом пятом дворе есть табун дойных кобылиц. Свою продукцию кумыс сельчане отправляют в ближайшие районы, столицу, областной центр и Жизказган. В числе оптовых поставщиков национального напитка семья Мерзикеевых. Производством кумыса супруги занимаются четверть века. В личном хозяйстве 70 дойных кобылиц. Ежедневно продают по 100 литров переработанного молока. Заказов много поступает. Бывает, что забирают оптов всю партию. Качество людям нравится. Мы готовим кумыс по своему рецепту. Нам он достался от наших родителей. Дует кобыл четыре раза в день, каждые три часа. Самый большой спрос на майское и осеннее молоко. Его раскупают еще по предварительной записи. Сама даю всех кобылиц, которые дома. Никого пока не нанимаем, справляюсь сама. Есть дворы, в которых работают доярки. Им платят по 150 тысяч тенге в месяц. Для жителей Кумкишу производство кумыса стало бизнесом. Еще пять лет назад национальный напиток делали лишь в трех домах. Сейчас их в шесть раз больше. Люди видят пользу от своего дела, получают хорошую прибыль. Каждый год у нас появляются новые переработчики кобылевого молока. Некоторые специально покупают транспорт, чтобы заниматься поставками национального напитка. Сейчас наш округ лидирует в районе по производству кумыса. Поселок знаменит не только большими объемами производства кумыса. Через дорогу от него знаменитые Тургайские эмираты. Кочующие пески привлекают туристов со всей страны. Ежегодно мы сюда приезжаем попить кумыс, вкусный медовый кумыс. Поиграться с детьми на барханах наших. Замечательный, не хуже, чем в Дубае место для отдыха. Обязательно, уезжая с собой, берем огромное количество кумыс на целый год. В прошлом году вдоль трассы рядом с поселком открыли кумыс-хану. Это тоже бизнес местного жителя. В перспективе в Кумкишу планируют запустить цех по переработке кобыльевого молока. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. В Шумгенте проходит чемпионат страны по пожарно-спасательному спорту среди юношей. Наши огнеборцы проверяют подготовку школьников к чрезвычайным ситуациям. За награды сразу в нескольких дисциплинах бороли 17 команд. Вид спорта необычный, как и эстафеты. Например, нужно было на скорость забраться на учебную башню. К чемпионату школьники готовились почти год. Мастерство оттачивают в кружках при школе. Пожарная эстафета, преодоление чрезвычайных ситуаций и еще ряд испытаний. Проверять выносливость участников в соревнованиях будут неделю. Многие из них, кстати, в будущем хотят стать спасателями. Это для меня как хобби, и я занимаюсь этим. Благодаря поддержке ты очень хорошо бежишь. Тебе нравится этот спорт. И в будущем я планирую до конца идти в этом пожарном спорте и стать пожарным. Общественный этнографический музей открыли в Павлодаре. Экспонаты привезли активисты городского дома из дома географии, из ближнего и дальнего зарубежья. Собирали путешественники их последние 9 лет. И теперь на уникальную коллекцию может любой желающий посмотреть. Такие вот большие головные уборы одевают и у нас на юге. Среди первых посетителей музея сельские дети. Маленькие гости проявили большой интерес к познавательной экскурсии. Все, что здесь собрано, оно по крупицам собрано большим количеством людей. В том числе наш филиал Ефремовский сделал достойный вклад. Ему дарили сюда большое количество предметов быта. Но вот одним из последних предметов я привезла деньги от Объединенных Арабских Эмиратов. И камни, которые войдут уже в другую экспозицию. Здесь много экспонатов разных народов. Есть даже из Индии. Также увидели посуду и картины современности. За последние 9 лет фонд пополнился сотнями экспонатов. Помимо предметов из жизни и быта казахского народа, есть и диковинки из зарубежных стран. А этот древний карант подарила музею местная семья. Издание священной книги относится к 19 веку. Сначала собирали, а потом искали помещение. Не наоборот, как некоторые делают наши коллеги. Сначала мы искали экспонаты, собирали коллекции. Во-первых, это элементы одежды. Это элементы каких-то бытовых вещей, связанных, может быть, с починкой одежды, с историей ткацкой и так далее. Значит, это музыкальные инструменты народные. Это детские игрушки. Это то, что характеризует, например, культуру. Большой вклад внесли простые жители. Без их активного участия было бы невозможно собрать такую коллекцию, уверены организаторы. Высокую оценку дали ей и ученые-этнографы. Музейная экспозиция «Оснобарь» Ерик Шилиган. Уникальность экспозиции этнографического музея в том, что здесь представлены новые экспонаты, а также результаты этнографических материалов, собранных в ходе объезда сельской местности по Павлодарской области. Поэтому он и особенный. Сейчас в фонде больше 200 этнических экспонатов. Также открыта общественная библиотека, в которой собрано 5000 книг. Рост Сатканова, Акмарала Симханова, Марат Игриков, Хабар-24, Павлодар. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин